Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Добрый день, прошу вас. Добрый день, уважаемые депутаты Федерального Собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, уважаемые граждане России. С сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время, в период кардинальных, необратимых перемен во всём мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа, когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность. Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года, было принято решение о проведении специальной военной операции. И мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи. Начиная с 2014 года, Донбасс сражался, отстаивал право жить на своей земле, говорить на родном языке. Боролся и не сдавался в условиях блокады и постоянных обстрелов. Нескрываемый ненависти со стороны киевского режима, верил и ждал, что Россия придёт на помощь. АПЛОДИСМЕНТЫ Между тем, и вы это хорошо знаете, мы делали всё возможное, действительно, всё возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо ввели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещание западных правителей, их заверение о стремлении к миру на Донбассе, обернулось, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими. Всё больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе. В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие. И хочу особо подчеркнуть, что ещё до начала специальной военной операции велись переговоры Киева с западом о поставках на Украину и систем ПВО, и боевых самолётов, и другой тяжёлой техники. Помним мы и о потугах киевского режима заполучить ядерное оружие, ведь говорили об этом публично. США и НАТО ускоренно разворачивали у границ нашей страны свои армейские базы, секретные биолаборатории, в ходе манёвров осваивали театр будущих военных действий, готовили подвластный им киевский режим порабощенную ими Украину к большой войне. И сегодня признаются об этом, они же признаются об этом публично, открыто, не стесняясь. Они словно гордятся, упиваются своим вероломством, называя и Минские соглашения, и Нормандский формат дипломатическим спектаклем, блефом. Получается, что всё то время, когда пылал Донбасс, когда лилась кровь, когда Россия искренне, я хочу это подчеркнуть, именно искренне стремилась к мирному решению, они играли на жизни людей, играли, по сути, как говорят в известных кругах, краплёными картами. Этот отвратительный метод обмана уже не раз был опробован и раньше. Так же бессовестно, двулично они вели себя, разрушая Югославию, Ирак, Ливию, Сирию. От этого позора никогда им не отмыться. Понятие чести, доверия, порядочности не для них. За долгие века колониализма, диктата, гегемонии, они привыкли, что им всё позволено. Привыкли плевать на весь мир. Оказалось, что так же пренебрежительно, по-господски, они относятся и к народам своих собственных стран. Их-то они ведь тоже цинично обманули баснями или обманывали баснями о поиске мира, о приверженности резолюциям Совета безопасности ООН по Донбассу. Действительно, западные элиты превратились в символ тотальной, беспринципной лжи. Мы твёрдо отстаиваем не только свои интересы, но и нашу позицию о том, что в современном мире не должно быть деления на так называемые цивилизованные страны и все остальные. Что необходимо честное партнёрство, в принципе, отрицающее любую исключительность, тем более агрессивную. Мы были открыты, искренне готовы к конструктивному диалогу с Западом. Говорили, настаивали на том, что и Европа, и весь мир нуждаются в неделимой, равной для всех государств системе безопасности. И много лет предлагали нашим партнёрам вместе обсудить эту идею, работать над её реализацией. Но в ответ получали невнятную, либо лицемерную реакцию. Это, что касается слов, но были и конкретные действия. Это расширение НАТО к нашим границам, создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии. Зонтиком решили прикрыться от нас. Это развертывание военных контингентов, причём не только у границ России. Я хочу подчеркнуть, да, собственно говоря, это хорошо всем известно. Ни у одной страны в мире нет такого числа военных баз за рубежом, как у Соединённых Штатов Америки. Их сотни, я хочу это подчеркнуть, сотни баз по всему миру. Вся планета утыкана. Достаточно только взглянуть на карту. Весь мир был свидетелем того, как они выходили из фундаментальных соглашений в сфере вооружения, включая договор о ракетах средней и меньшей дальности. В одностороннем порядке разрывали основополагающие соглашения, поддерживающие мир на планете. Но зачем-то они это ведь делали. Ничего просто так не делают они, как известно. И, наконец, в декабре 2021 года мы официально направили в США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности. Но по всем ключевым, принципиальным для нас позициям получили, по сути дела, прямой отказ. Тогда окончательно стало понятно, что отмашка на реализацию агрессивных планов дана. И останавливаться уже они не собираются. Угроза нарастала. Причём с каждым днём поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года всё было готово для очередной кровавой карательной акции на Донбассе. Против которого, напомню, киевский режим ещё в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолёты. Мы все хорошо помним картинки, когда с воздуха наносили удары по Донецку. Наносили авиаудары не только по нему, но и по другим городам. В 2015 году они вновь предприняли попытку прямой атаки на Донбасс. При этом продолжая блокаду, обстрелы, террор в отношении мирных граждан. Всё это, напомню, полностью противоречило принятым Советом Безопасности ООН соответствующим документам и резолюциям. Полностью. Все делали вид, что ничего не происходит. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу, чтобы её остановить. Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, чётко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну, раскрылись. Раскрыли то, что мы и так хорошо знали. Мы защищаем жизнь людей, свой родной дом. А цель Запада – безграничная власть. Он уже потратил более 150 миллиардов долларов на пособничество и вооружение киевского режима. Для сравнения, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, на помощь беднейшим государствам мира страны-семёрки выделили за 2020-2021 годы порядка 60 миллиардов долларов. Понятно, да? На войну 150, а беднейшим странам, о которых якобы постоянно заботятся – 60. Да ещё под известные требования покорности со стороны стран-получателей этих денег. И где же все разговоры о борьбе с бедностью, об устойчивом развитии, об экологии? Куда всё делось? Куда всё подевалось? При этом поток денег на войну не уменьшается. Также не жалеют средств на поощрение смут и переворотов в других странах, причём, опять же, по всему миру. На недавней конференции в Мюнхене звучали бесконечные обвинения в адрес России. Складывается впечатление, что это делалось лишь для того, чтобы все забыли, что натворил так называемый Запад за последние десятилетия. А это они выпустили джинны из бутылки. Целые регионы погрузили в хаос. По оценкам самих американских экспертов, в результате войн, хочу обратить на это внимание, не мы придумали эти цифры, американцы сами дают. В результате войн, которые развязали США после 2001 года, погибло почти 900 тысяч человек. Более 38 миллионов стали беженцами. Всё это они сейчас просто стереть из памяти человечества. Делают вид, что ничего не было. Но этого в мире никто не забыл и не забудет. С людскими жертвами и трагедиями никто из них не считается. Потому что на кону стоят, конечно, триллионы долларов. Возможность и дальше обкрадывать всех, прикрываясь словами о демократии и свободах, насаждать неолиберальные и тоталитарные, по своему сути, ценности. Навешивать ярлыки на целые страны и народы, публично оскорблять их лидеров. Подавлять инакомыслия в своих собственных странах, создавая образ врага, отвлекать внимание людей от коррупционных скандалов. Сокранов ведь не сходит всё это. Мы всё это и видим. От растущих внутренних, экономических, социальных, межнациональных проблем и противоречий. Напомню, в 30-е годы прошлого века Запад фактически открыл нацистам путь к власти в Германии. А в наше время из Украины они стали делать антироссию. Проект, на самом деле, не новый. Люди, которые хоть немножко погружаются в историю, знают прекрасно. Этот проект уходит корнями ещё в XIX век. Его взращивали и в Австро-Венгерской империи, и Польше, и другие страны. С одной целью – оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украины, от нашей страны. Вот в чём эта цель. Ничего нового нет, никакой новизны. Всё, повторяю, это всё. Запад форсировал реализацию этого проекта сегодня, поддержав переворот 2014 года. Ведь переворот кровавый, антигосударственный, антиконституционный. Как будто ничего не произошло, как будто так и надо. Сообщили даже, сколько денег на это истратили. В идеологическую основу заложил русофобию, крайне агрессивный национализм. Недавно одну из бригад вооружённых сил Украины, стыдно сказать, стыдно нам и мне, присвоили наименование «Эдельвейс», как гитлеровская дивизия, которая участвовала в депортации евреев, казнях военнопленных, в карательных операциях против партизан Югославии, Италии, Чехословакии и Греции. У ВСУ и Насгвардии Украины особой популярностью пользуются «Шеврона Досрайх», «Мёртвая голова», «Гличина», других эсэсовских частей, у которых тоже руки по локоть в крови. На украинскую бронетехнику наносятся опознавательные знаки вермахта на нацистской Германии. Неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Удивительно, что на Западе этого никто из власть придержащих не замечает. Почему? А потому что им, извините за мавитон, наплевать. Наплевать на кого делать ставку в борьбе с нами, в борьбе с Россией. Главное, чтобы воевали против нас, против нашей страны. А значит, можно использовать всех. А мы видели, так и было. И террористов, и неонацистов. Хоть чёрт-то лысого можно использовать, проси Господи. Только бы исполняли их волю, служили оружием против России. Проект «Антироссия» по сути часть реваншистской политики по отношению к нашей стране. По созданию очагов нестабильности и конфликтов непосредственно у наших границ. И тогда, в 30-е годы прошлого века и сейчас, замысел один. Направить агрессию на Восток. Разжечь войну в Европе чужими руками, устранить конкурентов. Мы не воюем с народом Украины. Об этом я уже много раз говорил. Он стал, сам народ Украины, стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. И в таких условиях, конечно, легко черпать и материал для боевых действий. О людях никто не думал, их готовили на заклание и в конце концов превратили в расходный материал. Печально, но просто страшно об этом говорить. Но факт. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы, а интересы третьих стран. Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон. Я не буду сейчас детально останавливаться на попытках Запада переломить ход боевых действий на их планах по наращиванию военных поставок. Всем и так это хорошо известно. Но одно обстоятельство должно быть понятно всем. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно. Элиты Запада не скрывают свои цели нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. Что это значит для нас? Что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и всё это понимаем. И соответствующим образом будем на это реагировать. Потому что в этом случае речь идёт уже о существовании нашей страны. Но они также не могут не отдавать себе отчёт в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас всё более агрессивные информационные атаки. Целью выбирают прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И здесь опять лгут постоянно. Извращают исторические факты. Не прекращают нападки на нашу культуру, на русскую православную церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны. Посмотрите, что они делают со своими собственными народами. Разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращение, издевательство над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой. Нормой их жизни. А священнослужители, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними пускай, что хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят. Мы к этому так и относились в России и всегда к этому будем так относиться. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать. Но хочется им сказать, но посмотрите, извините меня, священные писания, главные книги всех других мировых религий. Там всё сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Но вот, как стало известно, англиканская церковь, например, планирует, правда, пока только ещё, рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажут? Прости, Господи, не ведают, что творят. Миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе. Элиты, ну, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблема, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей. И мы сделаем это, защитим наших детей от деградации и вырождения. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку на национал-предателей, у которых во все времена, хочу это подчеркнуть, один и тот же яд презрения к своему собственному отечеству и желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. Так всегда было. Кто встал на путь прямого предательства, совершает террористические и иные преступления, направленные против безопасности нашего общества, территориальной целостности страны, понесёт ответственность по закону. Но мы никогда не будем уподобляться киевскому режиму и западным элитам, которые занимаются и занимались раньше охотой на ведьм. Не будем сводить счёты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от Родины. Пусть это останется на их совести. Пусть они с этим живут, им с этим жить. Главное, что люди, граждане России, дали им моральную оценку. Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан, заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке прежде всего проявился настоящий патриотизм, чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну каждым, неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех, весь народ России, за мужество и решимость. Сказать спасибо нашим героям, солдатам и офицерам армии и флота, Росгвардии, сотрудникам спецслужб и всех силовых структур, бойцам донецких и луганских корпусов, добровольцам, патриотам, которые сражаются в рядах боевого армейского резерва БАРС. Хочу принести свои извинения. Простите, что в ходе сегодняшнего выступления не смогу всех назвать. Вы знаете, когда готовил это выступление, написал длинный-длинный список этих героических подразделений. Потом вынул это из сегодняшнего выступления, поскольку, как я сказал, всех назвать невозможно, и просто боялся обидеть тех, кого не назову. Низкий поклон родителям, женам, семьям наших защитников, врачам и фельдшерам, санинструкторам, медсёстрам, которые спасают раненых, железнодорожникам и водителям, которые снабжают фронт, строителям, которые возводят укрепления, восстанавливают жильё, дороги, гражданские объекты, рабочим и инженерам оборонных заводов, которые работают сейчас практически круглосуточно, в несколько смен, сельским труженикам, которые надёжно обеспечивают продовольственную безопасность страны. Я благодарю учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях России, особенно тех преподавателей, кто работает в сложнейших, по сути, прифронтовых условиях. Деятели культуры, которые приезжают в зону боевых действий, в госпитали, чтобы поддержать солдата и офицеров, волонтёров, которые помогают фронту и мирным жителям, журналистам, журналистов, прежде всего, конечно, военных корреспондентов, которые рискуют на передовой, чтобы рассказать всему миру правду, пастырей российских традиционных религий, военных священников, чьё мудрое слово поддерживает и вдохновляет людей, государственных служащих, служащих и предпринимателей, всех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг. Особые слова. Особые слова жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вы сами, дорогие друзья, вы сами определили своё будущее на референдумах, сделали твёрдый выбор, несмотря на угрозы и террор неонацистов, в условиях, когда совсем рядом шли военные действия. Но не было и нет ничего сильнее вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной. Мы уже начали и будем наращивать. Хочу подчеркнуть, что эта реакция зала в адрес жителей Донецкой, Луганской народных республик, Запорожье и Херсона. Ещё раз низким всем поклон. Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места. Порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России. Построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надёжную сухопутную связь со всей Россией. Обязательно общими усилиями реализуем все эти планы. Сегодня регионы страны оказывают прямую поддержку городам, районам и посёлкам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожье и Херсонщины. Делают это искренне, как настоящие братья и сёстры. Теперь мы снова вместе. А значит, стали ещё сильнее и сделаем всё, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена. За это, за своих предков, за будущее детей и внуков, за восстановление исторической справедливости, за воссоединение нашего народа сегодня сражаются бойцы, наши герои. Дорогие друзья, я прошу почтить память наших боевых товарищей, которые отдали жизнь за Россию, мирных граждан, стариков, женщин, детей, которые погибли под обстрелами от рук неонацистов и карателей. Спасибо. 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 Спасибо.